Дорогие, всем привет! Меня зовут Тоня, я модный блогер и стилист. Я очень рада приветствовать вас на своем канале. Каждую пятницу мы собираемся здесь, чтобы обсудить все самое модное, все самое стильное. В этом ролике разберем с вами ошибки в летних сочетаниях, конкретные элементы, от которых стоит отказаться, и вообще все то, что портит впечатление от образа и заставляет вас сомневаться в своем летнем гардеробе и стиле. Информации много, примеров, как обычно, тоже, поэтому сейчас предлагаю не задерживаться, подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать остальные видео, приветственный лайк тоже меня очень порадует, и будем начинать. Итак, первая ошибка не очевидна сразу, но, возможно, именно она мешает вам летом выглядеть стильно. А именно, у вас нет отдельной летней капсулы. Это не значит, что я вам рекомендую покупать кучу летних вещей. Я говорю про несколько элементов, предназначенных именно для летнего периода. Погода летом требует определенных материалов, фасонов, которые будут обеспечивать вам комфорт. При этом я понимаю, что лето не всегда только про отдых и расслабленную одежду. Иногда требуется также соблюдать дресс-код и выглядеть строже. Ну и, конечно, это не проблема. Существуют всевозможные варианты таких элементов на жаркий сезон. Например, льняные костюмы, платья из натуральных материалов, но более лаконичных фасонов, структурированные плетеные сумки, полуоткрытые элегантные сандалии и так далее. Не тащите одни и те же плотные, хорошо сидящие на вас брюки, которые вы носите каждый сезон в лето. Соберите пусть даже самую небольшую капсулу из сочетающихся вещей, из натуральных облегченных материалов. В своей закрытой группе я постоянно демонстрирую, как небольшой набор вещей, а иногда это 5-7 элементов, полностью закрывают разными ежедневными образами как минимум целую неделю. Ну и сразу следующее, самая распространенная на моей практике ошибка, это когда ваши вещи не сочетаются между собой. Сходили в магазин, купили отдельные понравившиеся элементы, потратили время, силы и деньги, а в итоге поняли, что носить так и нечего. Девочки, все очевидно. Покупая вещь, подумайте, можете ли вы составить с ней несколько сочетаний с уже имеющимися в гардеробе элементами, или что вам нужно докупить для того, чтобы понравившаяся вещь действительно функционировала в связке с остальным содержимым вашего шкафа. Конечно, никто не запрещает такие импульсивные хотелки, но хочется вам конкретную блузу под конкретные брюки. Окей, возьмите. Но если таким образом покупать каждую вещь, вы просто будете мучиться от невозможности быстро собрать повседневный образ. Именно поэтому так полезно собирать капсулу из сочетающихся между собой вещей на любой случай жизни. Универсальную, базовую и всегда актуальную. Следующая ошибка, которая встречается особенно часто в жаркий сезон, несбалансированность образа из-за утрированно открытых легких составляющих в нем. Выбирайте образ, соответствующий месту, где вы находитесь. На самом деле, кажется, что сейчас вообще не существует никаких условностей, но для себя, чтобы вам было комфортно, вы чувствовали себя уверенно и образ выглядел дорого и статусно, соблюдайте элементарное правило построения наряда. Да, летом хочется носить как можно меньше одежды, и мода задает тренды на облегание и прозрачность. Но надев короткие облегающие шорты с обтягивающим топом, вряд ли вы получите стильный комплементарный образ. За исключением, если вы супер стройная красотка с подтянутой классной фигурой. Но и тут могут возникнуть вопросы к уместности такого сочетания, даже если это красиво. Можно вдохновляться модным стритстайлом, и лето, в принципе, самое время для таких гардеробных экспериментов, но и анализировать, что из увиденного применимо для реальной жизни, тоже не забываем. К примеру, если это ультракороткая юбка, то балансируем ее свободным верхом. А прозрачное платье крошей или платье сетка носим на пляже поверх купальника, а не пытаемся интегрировать его в городские образы с аксессуарами из совершенно другой истории. Поехали дальше и поговорим о конкретных элементах, не комплементарных для летнего стиля. Во-первых, снова и снова возвращаемся к телесным колготкам. Как вы знаете, я вообще их противник в любой сезон, но летом в телесной колготке это прям стократное нет. Если погода в вашем регионе, даже летом, располагает к этому элементу, лучше надеть длину макси или дополнить образ еще одним верхним слоем, чтобы не мерзнуть. Кстати, прекрасная альтернатива носочки или даже гольфы. Какими бы тонкими ни были колготки, их видно. С легкими вещами в лучах солнца такие колготки испортят вам абсолютно точно любое сочетание. Слишком облегающая одежда, через которую виден рельеф от нижнего белья. Во-первых, с большой вероятностью в такой одежде вам будет некомфортно, зачем себя мучить. На лето самое верное решение, несмотря на быстро сменяющиеся тренды, выбирать свободные летящие силуэты. Если вы не любите оверсайз, ваш выбор – приталенные фасоны полуоблегающего кроя. Идеально. Во-вторых, как я уже сказала, полное облегание подходит и смотрится действительно красиво на стройных фигурах. Ничего с этим не поделаешь, суровая правда жизни. Ну и мотивация следить за здоровьем и красотой тела. Дальше. Неправильная многослойность. Об этой ошибке я говорю очень часто и летом она продолжает быть особенно актуальной. Неправильное наслоение вещей, когда вы в качестве верхнего слоя надеваете что-то по материалу легче и воздушнее нижнего. Это всегда создает некомплементарное сочетание. Вы смотрите и не понимаете, что не так и почему не стильно. Возможно, ошибка в этом. Другой момент – это когда наслаиваются одинаковые по размеру посадки и плотности элементы. Такая стилизация лишь добавит объема и неаккуратности образу. Или еще одна ошибка, когда вы создаете перегруз в области шеи. Топ, рубашка, иногда еще и жакет сверху, потом украшения в той же зоне и еще и распущенные волосы. Тут моментально исчезает шея и искажается, утяжеляется весь силуэт. Девочки, в своих видео, вы знаете, я очень редко рекомендую что-то из сферы бьюти, здоровья, красоты. Я считаю, что здесь все настолько индивидуально, нужно прям вот осторожно подходить к вопросу. Поэтому, если я рассказываю про что-то, то это всегда из моего личного опыта. То, что я действительно применяю на практике в своей жизни. Вы спрашиваете, как я отбеливала зубы. Кто-то утверждает, что зубы не настоящие. На самом деле, зубки, конечно, мои. Не самые ровные, но здоровые, ухоженные и белые. Поддерживаю белизну своих зубов. Я при помощи как раз полосок Rigel, я очень люблю эти полоски. И для меня самый важный здесь критерий, это то, что они абсолютно безопасны для эмани. После них у меня никогда не бывает никаких неприятных ощущений. Полоски Rigel не только эффективно отбеливают зубы, но и убивают болезнетворные бактерии, удаляют зубной налет и освежают дыхание. Другое важное для меня преимущество этих полосок, это легкость в использовании. Доставите две полоски, наклеиваете на верхний и нижний ряды зубов. Буквально через 15 минут они полностью растворяются и оставляют очень приятное послевкусие. Лично я пользуюсь ими прямо перед мероприятием, уже садясь в машину. Сейчас вот перед записью этого видео, правда, очень быстро и удобно. Продукция Rigel, кстати, произведена в Великобритании, поэтому отвечает всем европейским стандартам качества и безопасности. Ну и прекрасные новости как раз к летнему сезону. Сейчас на официальном сайте можно приобрести три упаковки по цене одной. Ну а для тех, кто хочет для начала протестировать продукт, можно приобрести от одной упаковки по супер промо цене на Wildberries и Ozon. Количество товара по акции, как вы понимаете, ограничено, поэтому поторопитесь. Все ссылки оставила в описании к видео. Следующая ошибка – отсутствие аксессуаров. Ну, скорее не ошибка, а такая рекомендация. Лето не повод отменять аксессуары. Вы подобрали актуальные элементы в образе, все выглядит хорошо, но чего-то не хватает и образ смотрится незавершенно и пустовато. Дело в отсутствии аксессуаров. Лето на самом деле пестрит разнообразием аксессуаров от головы, то есть платки, банданы, всевозможные сейчас чепчики, панамки, шляпки, кепки. До ног в ролике, например, о разных фишках. На лето мы с вами обсуждали, как модно нарядить даже свою обувь. Ну и, конечно, привычные нам серьги, колье, кольца, браслеты, ремни и так далее. Пусть это будет хотя бы один, но, допустим, акцентный аксессуар. Тем более сейчас супер актуальный стейтмент украшения, то есть украшение заявления. Заметные, массивные, необычные формы, при этом много лаконичных и минималистичных вариантов. Любой из них завершит любое летнее сочетание наилучшим образом. Высокий каблук. Вообще, на этот момент давно пора обратить внимание не только летом, но и в холодный сезон. Одежда, обувь должны дарить нам комфорт. Не понимаю смысла в обуви на высоченном каблуке. Особенно в последнее время, когда в моде именно небольшие, достаточно удобные каблучки от широких, устойчивых до изящных рюмочек. Более того, средний каблук гораздо более комплементарен для наших ног, чем высоченная шпилька. Я уже не говорю о смешной походке и напряжении, которую нам дарит такая неудобная обувь. Девочки, всегда выбирайте комфорт и состояние, которое вам дарит вещь или обувь. Иначе зачем это все? Крупные кожаные сумки, особенно структурированных моделей, в легких летних образах. Смотрятся как что-то очень лишнее и негармоничное. То есть, слишком тяжело в сочетании с легкими летящими материалами. Поэтому на летний период лучше иметь в своем арсенале более легкие модели. Возможно, из других материалов. Текстильные, плетеные. Тем более, сейчас действительно множество стильных лаконичных вариантов, которые могут вписаться в образ в любом настроении. Дальше. Неправильно подобранное белье. Летом мы носим легкие материалы, которые могут быть слегка прозрачными. Тем более, сейчас в пик популярности на прозрачность. И, конечно, для удачного образа тут очень важную роль играет нижнее белье. В идеале, запастись лаконичным однотонным бельем базовых цветов. Часто эксперименты с яркими или кружевными моделями заканчиваются не очень удачно. Тут важно чувствовать стиль и грамотно подбирать составляющие всего образа. А вот гладкое белье телесного или черного цветов – это беспроигрышный вариант. Кстати, помним, что под белую полупрозрачную одежду лучше надеть телесный цвет, чем белый. Ну и размер играет значение. Я тоже не первый раз об этом говорю. Очень важно, чтобы белье красиво садилось на вашу фигуру. Нигде ничего не пережимало, не передавливало. И речь здесь не только о визуальной какой-то красоте, но и о здоровье. Помним об этом и подбираем себе то самое идеальное белье. Очень частая ошибка, которая вредит в 99% случаев. Широкая перемычка на самой тонкой, изящной части ноги в районе щиколотки. Это моментально утяжеляет силуэт и обрезает вам визуально ноги, рост, да и вообще искажает пропорции. Если стоите перед выбором всегда актуальных босоножек две полоски, выбирайте тонкие, изящные ремешки. Все просто. Обтягивающий топ поверх низа. Моя любимая ошибка. Девчонки, подчеркивайте талию. Пусть одежда работает на ваш силуэт, а не против него. Не нужно обтягивающие маечки натягивать на шорты, юбки, брюки и джинсы. Подзаправьте их или выберите идеально укороченный вариант, который будет обрываться там, где начинается низ. Иначе попытка таким образом что-то скрыть только создает некрасивое наслоение в области живота, увеличивает и вообще портит весь силуэт. Оно вам надо. Укороченные или обтягивающие рукава. Что я имею в виду? Короткие рукава у футболок, рубашек не украшают ни один силуэт и никогда не выглядят стильно и современно. Плюс такие рукава еще и иногда бывают с крылышками, рукава-фонарики, тогда это вообще максимально еще и простит, удешевляет образ. То же касается и слишком обтягивающих рукавов прям в области подмышек. Выбирайте свободные рукава с немного спущенной линией плеча и с достаточным расстоянием от подмышки. Тогда это будет выглядеть дорого, стильно и вам будет комфортно. Дальше. Неправильная длина. Девочки, очень важный момент, который может упростить и удешевить ваш образ, а может наоборот подчеркнуть изящность и хрупкость. Если это юбка или платье любой длины, они должны заканчиваться на самом узком изящном месте ваших ног. Если у вас широкие бедра, которые вам хочется визуально сузить, выбирайте юбки прямого силуэта или чуть расширенный вариант, например, мини-юбка трапеция, такая сдержанная трапеция, но которые не обрываются на самой широкой части бедра. А при выборе длины миди и мидакси ориентируйтесь по икре, приоткрывая самую изящную часть ноги. Если вы будете придерживаться вот этого простого правила, которое актуально всегда, вы точно не ошибетесь с выбором юбки или модели платья. Оно точно будет вас украшать и как бы облегчать ваш силуэт. Всю полезную информацию я оставила в описании к видео, а на этот раз оставила подборку с ссылками на актуальные вещи на летний сезон. Проверяйте. Решила сегодня помочь вам с шопингом. Обязательно оставляйте свои комментарии с пожеланиями и запросами для дальнейших тем, что для вас максимально сейчас интересно и актуально, о чем хотелось бы услышать. Также присоединяйтесь в мой закрытый клуб. Кстати, на июль и август я закрою подписку для новых участниц. Будем работать только с девочками, кто успел присоединиться, поэтому успевайте. Осталась буквально неделька. Следующая такая возможность появится в сентябре, возможно, с повышением цен. Также хочу пожелать вам всем прекрасных выходных, теплой, солнечной погоды. Благодарю вас, что досмотрели это видео до конца. Обнимаю и до встречи в следующем видео. Всем пока!